Всем привет! С вами Информ ТВ. Талантливый музыкант и композитор Юрий Антонов весь свой продолжительный творческий путь старался не посвящать общественность в личную жизнь. И надо заметить, что у 74-летнего артиста это неплохо получалось. Но не все музыканта удалось скрыть. Расставание с каждой женой, которых было три, происходило из-за большого расстояния. Первый раз он женился на девушке Анастасии в далеком 76-м. Рядом с мужем она была как раз в тот момент, когда тот добился долгожданного признания. Когда Юрий был на самом пике популярности, верная спутница жизни не захотела разделять с ним тяжкое бремя славы и эмигрировала в США. Музыкант помог Насте собрать документы и выехать за границу, но сам не смог уехать и оставить блестящую карьеру, к которой он так долго стремился. Хорватка Мирослава Бабанович стала второй супругой Юрия. Брак просуществовал недолго. И после расставания и развода женщина уехала на родину в Загреб. Ни Анастасия, ни Мирослава не родили Антонову детей. Третий раз Юрий женился на девушке Анне. Именно в этом браке он и стал отцом. Анна родила именитому супругу дочку Людмилу, а потом и сына Михаила в 1996 году. К сожалению, пара не смогла сохранить свой союз. Они расстались. В настоящее время бывшая жена певца вместе с дочерью живут во Франции. Михаил живет в Москве, но со своим отцом практически не общается. Прошло много лет. Антонов хоть и редко, она все же радует своими выступлениями поклонников. Артист предпочитает проводить время в окружении любящих его по-настоящему животных, а не людей. Антонов в своем распоряжении имеет огромный дом в Подмосковье, о котором ходят целые легенды. Приближенные к певцу не могут даже назвать точное количество домашних животных, которые обитают в загородном доме. Эти многочисленные коты и заменили ему семью. Десять лет тому назад Антонов рассказал в одной из программ, что у него содержатся поросята, гуси, козы, 12 собак, 20 белок и 30 кошек. Сейчас их наверняка еще больше. Близкий друг артиста Олег Жуков раскрыл секрет и сообщил, что Юрий хочет иметь настоящую семью, но в четвертый раз под венец идти не собирается. Он уже привык жить в одиночестве. Старость ему помогает скрасить любимые животные. А как вы считаете, действительно ли могут кошки и собаки заменить жен и детей? Пишите в комментариях свои мысли. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Удачи!